Мы с тобой неоднократно готовили, используя разные рецепты, рыбу, мясо, птицу, используя мисопасту. Я вообще считаю, что вот это вот такое наше увлечение вкусом умами, да, это шестое вот это чувство, когда это и сладкое, и какое-то пикантное, и очень, на мой взгляд, тут немножко соли есть. Вот эти ферментированные бобы соевые, из которых делается мясопаста, она бывает очень светлая, такая почти молочного цвета, бывает гораздо темнее, чем вот это вот такое среднее, я бы сказала, состояние. Мне нужно всего 150 граммов, она вообще гениально подходит для маринада. У меня вот, видишь, перепелки лежат, то есть я буду мариновать птицу. Добавляю сюда немножко мерина. Мерин – это тоже японская такая заправка на основе рисового уксуса, но тут есть еще кое-что добавлено, другие радостные всякие вещи. Две столовые ложки этого мерина я добавляю к мисопасте. Сюда же немножко воды, одна столовая ложка, соль и перец. Ну, перец свежемолотый для аромата. Перец чили добавлять не буду, мне не хочется, чтобы это было очень острым, а мне просто хочется, потому что, мне кажется, пикантность, которая присутствует в самой мисопасте, она уже достаточна для того, чтобы эти перепелки были... Перепелка, ну, мясо нейтральное, мы знаем это с тобой. Немножко уксуса добавим. Уксус можно взять или яблочный, или уксус из сидра, уксус из белого вина, или у меня вот малиновый уксус такой. Можно добавить сахар или я все-таки добавлю кленовый сироп, потому что мне очень нравится вот именно сочетание кленового сиропа с мисопастой. Четверть пачки сливочного масла. То есть мы с тобой делаем вот такую вот, я бы сказала, заправку-маринад, в котором и будем готовить наших перепелок. На самом деле вот эта заправка подходит и к цыпленку, если у тебя нет перепелок, подойдет. Также можно натереть кусочек грудинки свиной, или телятиной, или грудку индейки. То есть это, на мой взгляд, абсолютно универсальная история с мисопастой. Универсальная, потому что, ну вот, как правило, для меня восточная еда, это когда ты, хочется тебе еще всегда. Вот лапша, да, какая-нибудь рисовая, рис приготовленный. Вот по-сингапурски ты когда-нибудь ела рис с яйцом, но это же вот держаться невозможно, можно вот такую сковородку съесть. То же самое и вот эта птичка, вот они еще такие маленькие, когда они запекаются, получаются как семечки, слушай, остановиться невозможно. Ну ты понимаешь, что я из-за сливочного масла это все пробиваю вот так вот в блендере, чтобы все как следует соединилось. Тут важно не растопленное сливочное масло, а просто мягкое. И когда ты пробиваешь и 2 столовые ложки оливкового масла без яркого запаха, чтобы не отвлекало ничего, чтобы все было, знаешь, такой гармонией общей. И сейчас ты увидишь, что дело в том, что когда мы взбиваем, вообще в принципе, любой блендер, миксер нам нужен не только для того, чтобы соединить ингредиенты, но еще и для того, чтобы сама по себе заправка была более воздушная. Ну вот и все. Посмотри, как у нас все красиво получилось. Видишь? Да. Вот она густая, она посветлела еще больше, и она стала очень воздушной. Вот, собственно говоря, то, чего нам с тобой и нужно было. Итак, теперь берем птичек. Они, естественно, вымыты, высушены, выпотрошены, ну, конечно. Сейчас вообще перепелки сейчас продаются фермерские, можно купить. Они есть, когда-то там казалось, что перепелка – это такая птица деликатесная. Сейчас, мне кажется, все уже, ну, как привыкли к ним, и, мне кажется, уже перепелки перешли из разряда деликатесов в разряд диетических продуктов. Потому что они действительно, в них практически нет никакого жира, они очень легко готовятся и быстро, очень быстро. Вот такие перепелки в таком маринаде, посмотри, какая красота. Вот прям я его беру, ты знаешь, похоже на мусс какой-то, такая нежная фактура у этого маринада, у этого соуса. Ну вот, наши перепелки смазаны, и теперь мы их отправляем в духовку минут 30. Ну, нужно смотреть, понимаешь, как я проверяю, готова птица или нет. Немножко потянуть за ножку, и если нога так легко отходит и, как бы, вот уже готова к тому, чтобы мясо разваливалось, это, значит, и птица сама уже готова. Температура 180 градусов, а мы с тобой пока очень быстро, смотри, это брюссельская капуста. Я салат буду делать на основе брюссельской капусты, но я хочу, она отварная, уже почти до готовности. Я хочу ее довести до полной готовности в духовке, вот как раз приправив небольшим количеством оливкового масла, немножко соли, перца и тоже опять кленовый сироп. Кстати, добавлю сюда же половинки орехов, чтобы они тоже немножко подсушились, стали более яркими. И немножко кленового сиропа для золотистой корочки. Туда же в духовку отправляются брюссельская капуста с орехами вместе с перепелкой. Ну, брюссельская капуста она почти готова, поэтому минут 5 мы ее будем вынимать. А пока мы с тобой приготовим соус к перепелкам. Мне нужны зернышки граната. И еще сюда же я добавлю небольшое количество грецких орехов. То есть у меня такой, понимаешь, получается небольшой парафраз. То, что у меня идет и к перепелкам, будет потом добавляться в салат. То есть будет такие вот как бы перекличка у меня двух этих блюд будет на столе. В миску добавляем орехи, гранат, петрушка. Что касается травки, ну вот мы как-то с тобой так начали говорить о том, что у нас такой фьюжн сегодня. Вообще травка может быть совершенно любая. Ну, укроп, мне кажется, был бы здесь не очень уместен. Но вот немножко еще тархуна добавлю. И тархун нам даст такую еще более кавказскую историю. Французы тоже любят тархун. Они его называют астрагоном. И можно есть даже такой прекрасный уксус на астрагоне. Я, кстати, его в салат довольно часто добавляю. Так. Зелень. Зелень добавим в последний момент. А пока немножко перца. Соли. Немножко наршараба. Это такой густой соус из сока граната. Немножко малинового уксуса. И вот оливковое масло. Оливковое масло должно быть вот в данном случае очень яркое, очень насыщенное. Экстра вёрджин оливой идеально сюда подходит. Я его буду и в салат добавлять. Вообще, мне кажется, как только у меня на столе какие-то соусы, заправки, овощи, я без этого масла обойтись никак не могу. Оно для меня вот один из самых главных ингредиентов. Для того, чтобы овощи были и вкуснее. Но и опять-таки, возвращаясь к пользе, вообще приятно знать, что ту еду, которую ты готовишь, она не просто вкусная, но она еще и полезная. Добавляю сюда травки. Видишь, какая? Вот она, какая сальса получается. Чудесно же, правда? Красиво. Сейчас еще, пока перепелки у нас готовятся, запекаются, здесь у нас все настоится, пропитается. Здесь у меня есть интересный такой продукт, который мы очень любим, ну, во всяком случае, те люди, которые любят кавказскую кухню, потому что варенье из грецких орехов, это, конечно, на мой взгляд, ну, больше, как на Кавказе, я нигде не встречала. То есть, варенье из грецких орехов делают и в Азербайджане, и в Армении, и в Грузии. У всех свои разные секреты, но, на мой взгляд, вот эта вот пикантность, которая присутствует здесь, да, и эта сладость, и в то же время прекрасная вот эта вот консистенция этого ореха, который невероятным образом, да, превращается в такое мягкое вот чудо, это просто чудо для меня, ягода. Десерт какой-то, а не сальса. Ну, у нас здесь все-таки есть кислинка от граната, травка тоже, и оливковое масло дают свои правильные такие ноты, все-таки нет, все-таки не десерт, все-таки сальса. Ну вот, два ореха достаточно. Теперь делаем салат. Беру, наверное, такую небольшую луковицу шалот. Это один из моих любимых вариантов, вообще зимние салаты, они, на мой взгляд, все-таки отличаются от летних, от весенних, они гораздо более сытные, и, как правило, они очень вкусны, когда они подаются теплыми. И вот в данном случае у меня, как основа даже заправки всей, это жареный лук с грибами. Здорово ведь? Грибы у меня вешенки, можно брать и шампиньоны, если есть замороженные какие-нибудь лесные грибы, прекрасные, это просто будет не салат, а шедевр. Но в данном случае вешенки тоже подойдут, потому что они поддерживают, как бы, вот эту всю такую историю с капустой, с орехами и с перепелиными яйцами. Вот я разогреваю масло на сковороде, добавляю сюда одну луковицу шалота. До золотистого цвета нам нужно поджарить лук, и сюда же мы добавим чеснок, естественно. Ты же знаешь, да, мы с тобой тоже неоднократно про это говорили, что грибы, они как губка, они впитывают абсолютно любые ароматы, с которыми ты их соединяешь на сковороде. Поэтому очень важно сделать так, чтобы тут все было красиво и ярко на этой сковороде, поэтому лук-чеснок это первые шаги. Так, и грибы сами по себе, они вот такие, не очень крупные, но я стараюсь сделать так, чтобы они у меня были одинаковые кусочки такие. Видишь, какая сразу очень быстро все у нас здесь золотится. Главное не давать гореть особенно чесноку, и добавляем сюда грибы. Мы и никогда, когда подвергаем грибы тепловой обработкой, не накрываем их крышкой, потому что в них очень много влаги, и если накрывать их крышкой, то они превращаются в такую, ну, совсем неинтересную, не хрустящую, да, вот как мы любим эти такие жареные грибы, а вот становятся такими совершенно уж напоминающими губку, и нам это совсем не нужно. Вот теперь к грибам самое время добавить травок каких-нибудь, обязательно посолить их нужно непременно. Я не добавляю черный перец именно к грибам, потому что, на мой взгляд, и грибы, и капуста при контакте с черным свежемолотым перцем каким-то образом изменяют и вот свой аромат, и вкус. Смотри, какие они красавцы просто, да, и вкусно так пахнет, невероятно. А вот немножко или розмарина, или тимьяна, или вот каких-нибудь таких ярких травок здесь не помешает. Вот, кстати, здесь укроп может быть. Ну вот, а мы с тобой, во-первых, приготовим сыр, вот так вот натрем хлопья, твердый сыр, любой, какой тебе нравится, не знаю, там, голубой, голландский, костромской, пашихонский, российский, ну какой там любимый. Ну и нарезать, наверное, крупно надо, да, потому что все такое. Да, крупными кусками, да, 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 тут, нет, это не такой салат, который, знаешь, как, такие салаты, как оливье, который все мелко-мелко рубится, нет, здесь, здесь все как раз так. И вынимаем капусту, которая у нас немножечко поджарилась с орехами. Она дошла, видишь, она просто дошла до полной готовности и при этом пропиталась оливковым маслом, пропиталась кленовым сиропом, то есть она стала такая более интересная. Выкладываем на дно. Капусту я режу пополам. Она у нас такая должна быть. Если она очень мелкая, то есть не разная, вот смотри, вот видишь, такую, конечно, резать пополам не надо, видишь, она такая очень маленькая. Англичане очень любят подавать, вот особенно в зимние какие-то такие праздничные гарниры, добавлять капусту брюссельскую. Кстати, сочетают ее очень здорово и с клюквой вяленой, и тоже с орехами, с каштанами. Мне кажется, она действительно в этом смысле такая очень девушка, хоть и своенравная, но сговорчивая, сговорчивая. Так, ну вот, смотри, крупненькую порезала, а та, которая помельче, оставила целиком. И, конечно, то масло с этим, это прям хорошая основа для заправки, в котором у нас эта капуста и запекалась. Но я еще раз повторяю, что капуста сначала была немножко приварена. Дальше добавляем сюда грибы. Такой прекрасный, даже я сказала бы, не салат овощной, а овощной гарнир, правда? Потому что вот такая, видишь, буйство здесь вкусов, красок. И это же еще не все, мы еще добавим сюда перепелиные яйца. Можно их оставить целиком, но мне кажется, вот так вот очень нарядно, если их пополам разрезать. Орехи, которые у нас уже здесь есть, можно, конечно, заменить, например, кедровыми, можно заменить миндалем. Ну, то есть тут абсолютно, мне кажется, что интересно, это вот главное, это брюссельская капуста и грибы. Все остальное может абсолютно легко видоизменяться, ингредиенты брать те, которые есть под рукой. И это будет прекрасно. Вот добавлю сюда немножечко еще базилика зеленого. Порвем его руками, чтобы он был поароматнее, поярче, прозвучал здесь как надо. И сразу вот какой-то прямо свежестью. Эти ароматные масла, конечно, которые в базилике присутствуют, они потрясающие. И, безусловно, не забываем, что здесь у нас, конечно, есть масло, в котором запекалась капуста, но его недостаточно. Я бы еще немножечко добавила, я так и сделаю. Добавлю сюда немножко экстравертин оливойл, то есть такого масла холодного отжима. Так. И добавлю немножко уксуса, вот как раз на эстрагоне. Ну и яйцо хочет немножко соли, мы не будем яйцо в этом отказывать, а перец больше добавлять не будем. И здесь у меня тот сыр, который я натерла, такими красивыми, большими, крупными кусочками. И теперь аккуратно. Ну вот. Первое блюдо готово. Та-дам! Вот-вот можно будет вынимать перепелок, как раз пока приготовим тесто для нашего десерта. Будем с тобой готовить сегодня упрощенный вариант черного леса. Ты знаешь, вот такое знаменитое пирожное, торт, называется Black Forest по-английски, ну или там Шварцвальд по-немецки. Ну мы с тобой будем готовить действительно такую версию, которая очень-очень проста. Это скорее кекс, чем действительно торт. Но тем не менее, сочетание вишни и шоколада, мне кажется, ну это вообще очень удачное сочетание. И не мы его с тобой, к сожалению, придумали. Мы не можем к себе лавры эти все забрать. Значит, мне здесь 75 граммов черного шоколада. 175 граммов масла нужно. Добавляю вот сюда. То есть чуть больше, чем полпачки. К шоколаду, чтобы оно... Ох, горячо, горячая, водяная баня. Можем пока на какое-то время забыть про масло с шоколадом, а заняться остальными ингредиентами. Взвешу 200 граммов сахара. Так. Добавляю в чашу. Дальше мне нужно 300 граммов муки. Добавляю сюда немножко соли, щепотку. Добавляю сюда разрыхлителя, чайную ложку. Это пакетик разрыхлителя. Добавляю сюда 50 граммов какао. Это где-то 2 столовые ложки. С горкой. 250 граммов йогурта жирного. Ну, то, что, в принципе, сейчас... Можно взять не очень жирную сметану или взять греческий йогурт. Немного молока. 60 миллилитров. И начинаем все аккуратно перемешивать на небольшой скорости. Как бы соединять наши ингредиенты, понимаешь? И добавляю сюда еще по одному-два яйца. Добавляю сюда еще по одному-два яйца. И добавляем сюда, таким вот образом, растопленный шоколад со сливочным маслом. Вынимаем из духовки перепелок. И тем временем и тесто у нас соединилось. Все смешалось. Собственно говоря, это вот, знаешь, как если бы действительно кекс настоящий, нам нужно, чтобы была однородная, гладкая, воздушная, нежная масса. Это и есть наше тесто. Теперь эта прелесть отправляется в форму. Вот так вот разложили, разровняли. Но сам по себе, конечно, шоколадный кекс неплох. Но мы-то с тобой хотели все-таки черный лес, а черный лес без вишни не бывает. Поэтому у меня грандиозное предложение, я считаю, использовать вишневый джем. Во-первых, он себя ведет, вообще хорошо себя ведет и к чаю, и с сырниками, и с блинами. Или вот так вот я беру. Он изготовлен из таких ягодок красивых. Посмотри, так бережно с ними обращаются. Они такие, и причем не только такой вишневый. И малиновый джем прекрасный, и апельсиновый такой с кусочками цедры. И всегда очень ароматный. И я беру прямо в тесто, видишь? Потому что мне кажется, черный лес, он благодаря вишне именно, не просто шоколадный, а именно благодаря вишне он по-настоящему черный лес. Нарядно? Очень. Аппетитно, невероятно. Так, ну вот, джем вишневый в шоколадном тесте. Температура 190 градусов. Духовка уже хорошо разогрета. Духовку. И ждем минут 35-40, в зависимости от мощности твоей духовки. А сейчас нужно, кстати, нам уже можно подавать перепелок. Вот. Птички готовы. И сальса, вот пока они теплые, прямо вот так вот сверху мы заправляем их дополнительной красотой и вкуснотой. Нет слов у меня, это очень красиво. Скажи? Да. Ну вот, первое, второе, третье тоже уже можно вынимать. Вау. Вау-вау-вау. Ну это же просто волшебно, правда? Так, и теперь нам нужно только, чтобы он очень быстро остыл, потому что именно остывшим мы его можем украшать. Потому что украшаем мы его, ну, в принципе, так и делается крем к торту, к торту даже, черный лес, взбиваются сливки. Иногда к сливкам добавляется сливочный сыр какой-нибудь, иногда делается на основе сливочного сыра, и сливки только помогают, как бы, сделать его немножко более нежным. Я считаю, что тут уже так у нас все насыщено, такая прекрасная структура у этого кекса, что просто взбитые, жирные, хорошие сливки нас устроят. Ну вот, сливки взбиты, важно тоже не перебить. Так. Мне кажется, сливок должно быть немало. Так. Ну и дальше предлагаю украсить вишенками. Вообще, как хочется. Можно вот такими глазированными, у меня просто оказались под рукой, а можно, конечно, и без вишни обойтись, можно просто сливки сверху присыпать, а пудрой какао... Ну, я знаю, что ты очень хочешь увидеть, как он в разрезе выглядит, поэтому я тебе не могу в этом отказать. Так. И посмотри, какая красота. Он влажный, ты видишь? Да. Ну вот, как я уже сказала, первое, второе, третье. Компота, правда, нет. Улья recipients. Компота. Поехали. Субтитры подогнал «Симон»